Здравствуйте! В эфире «Время жить»! Программа о самом главном, о нашем здоровье. Сегодня вы увидите... Аутизм – что это такое, как с этим жить? Кариес – как сохранить здоровые зубы? Камни в почках – что делать? Нашей телекомпании «Город» исполнилось 5 лет. В связи с этим событием у нас стартовало сразу несколько новых проектов. Об одном из них мы расскажем в следующем сюжете. Он называется «Свой путь». Этот проект посвящен всем родителям, которые столкнулись с проблемами детского аутизма. Мы рассказываем об их непростых жизненных ситуациях, об их маленьких и больших победах, которых им несмотря ни на что удалось достичь. Для любого родителя болезнь его ребенка – целая трагедия. А когда малышу ставят диагноз «аутизм» для мамы и папы – это серьезное испытание. Именно с такой ситуацией столкнулась семья Кривошеевых. Еще до того, как их долгожданному сыну Гоше исполнился один год, стало понятно, что ребенок никак не реагирует ни на какие звуки. Когда с ребенком обнаружились проблемы, конечно, мы с мужем достаточно совместно начали выяснять причину, что это. Ну, все переживали, конечно, я особенно, так как мама всегда ближе к ребенку, особенно сильно переживала, есть ли слух, а что происходит, от чего это, почему. Ну, и, в общем-то, ну, мне, наверное, повезло. В том плане, что муж, в общем-то, активно мне помогал, помогает и до сих пор. И, в общем-то, это самое главное, когда в семье взаимопонимание и вот в тех вопросах, когда касается заболеваний детей. Долгие походы по врачам, медикаментозное лечение, занятия с дефектологами, логопедами, психологами и постоянная надежда, что недуг рано или поздно отступит. Сейчас Гоше 9 лет. Только год назад, после долгих усилий родителей, врачей и педагогов, он начал произносить некоторые осознанные слова. Такие, как мама, особенно, когда он боится, что я куда-то уйду, он такой достаточно привязан к маме, ко мне, уже, ну, мама где-то даже на занятиях начинает произносить вместе со всеми ребятами, например, фразы из каких-то сказок, счет, название какой-то цифры, но повторить уже не хочет. И, наверное, это больше не от того, что он не может разговаривать, а как свойство этого заболевания, что вот это вот существует барьер, с которым он стесняется, не может переступить. Вот с этим вот и работаем, чтобы не научить говорить, а научить суметь пересилить себя, чтобы разговаривать с нами. Семья много сил потратила для того, чтобы у Гоши появились хотя бы небольшие, но положительные результаты. Мама и папа открыли для своего сына занятия ипотерапией. Они прошли вместе с ним много различных организаций. Сейчас они посещают центр «Свой путь». Кстати, именно это название мы дали своему проекту. И вот в этом центре, конечно, он очень, как сказать, достаточно быстро пошел. Конечно, чудо не произошло такого, чтобы ребенок полностью избавился от этого недуха, но очень большие сдвиги. Ну, конечно, за время вот этого поиска и стараться помочь ребенку, конечно, очень много эмоций происходило. Особенно в самом начале, когда не знаешь, что с твоим ребенком, какой диагноз, что происходит. Кажется, что это вот прямо вот сейчас сразу мы поможем и вылечим. Конечно, где-то год таких вот на эмоциях, постоянные нервные срывы, слезы. Все это было. Постепенно, конечно, это улеглось. Уже определилась цель, задачи. И выбран путь, по которому мы идем. Мама и папа Гоша надеются, что у их сына будут и дальше хорошие результаты. Они готовы многое сделать для этого. Они искренне верят и любят своего ребенка. Мы желаем им удачи во всех их начинаниях. Очень хочется, конечно, обратиться ко всем родителям, которые столкнулись с проблемами своих детей подобными. Не замыкаться в своей семье со своей проблемой, а все-таки открыться людям. Это достаточно сложно, я и по себе знаю, потому что кажется, что вот-вот-вот, я вот сейчас вот это все сниму, и это все пройдет. Это очень сложно сделать, чтобы это прошло, и может, это не пройдет. Но когда начинаешь открываться людям, то поток информации, поток помощи начинает идти, который ты даже не ожидаешь. Где эта помощь тебя ждет? Пока мы здоровы, пока нас ничего не беспокоит и нигде не болит, мы часто не задумываемся над тем, что мы едим и пьем. А вот когда боль в почках дает о себе знать, мы начинаем переживать о своем здоровье и о том, чтобы предпринять во избежание почечной колики или образования камней. В следующем сюжете расскажем, откуда берутся камни в почках, что сделать, чтобы они исчезли и больше не появлялись. Склонность к образованию камней в почках передается по наследству. Но проявляется этот недуг далеко не у всех, а возраст особого значения не имеет. Большую роль играют наши пищевые привычки, то, что мы пьем, где мы живем и какой образ жизни ведем. Камушки – это, собственно говоря, результат нарушения обмена веществ в организме. Это может быть и нарушение врожденного характера, а может быть и приобретенного. Большую роль также играет то, что где мы живем, какая зона у нас эндемичная, не эндемичная по данным заболеваниям. Основной механизм заболевания – врожденный. Небольшое нарушение обмена веществ может привести к образованию нерастворимых солей, которые формируются в камне. По химическому строению различают разные камни – ураты, фосфаты, оксалаты и другие. Размер камня не имеет никакого значения. Очень важно бывает, что маленький камень мешает жить значительно, чем крупный камень, который может вообще никак не беспокоить. Естественно, что и тактика выбора лечения зависит прежде всего от того, нарушает ли отток мочи из почки камня, дает ли болевой симптом. Есть ли осложнения данного заболевания, такие как воспаление почки. Соответственно, если мелкий камушек и никак не беспокоит человека, то мы его, собственно говоря, и не трогаем, а только наблюдаем. Если имеется крупный камень, либо же мелкий камень, который мешает жить, мы пытаемся его убрать. В последние годы появилось много современных методик для удаления камней из почек. Прежде всего, это дистанционное или контактное дробление камней при помощи специального аппарата. Методы могут быть как дистанционные, то есть когда в организм человека не проникают никакие инструменты, нет проколов, разрезов. И есть эндоскопические методы дробления, когда инструмент достаточно тонкий, вводится уже в тело человека, ну, через естественные пути, либо через небольшие разрезы или проколы. В общей системе лечения мочекаменной болезни важное место занимает профилактика кристалла и камнеобразования в мочевых путях. Для этого необходимо знать химический состав камней, условия их образования, в связи с чем лабораторный анализ должен быть выполнен как можно раньше. Дело все в том, что камень, который находится в мочевой системе, он имеет определенный состав. И таких составов очень много, порядка 16-18 и более типов. Но только если назначить диету, например, то она будет иметь направленность только против определенной группы камней. Например, в Рязанской области в подавляющем большинстве случаев, это 80%, это камни, которые содержат оксалат и кальций, так называемые оксалатные камни. Естественно, что при лечении данных камней и профилактикой их используется определенная диета. Но она должна быть разнообразная, она должна быть объединена определенными растительными продуктами, которые содержат тот самый оксалат или щавелевая кислота, там, шпинат, щавель и так далее. Однако при уратных камнях эти продукты, наоборот, полезны. Назначается другая диета. Там эти продукты, они, в общем-то, наоборот, полезны. Там ограничиваются продукты, которые получены из животных продуктов, то есть мясо, либо рыба, творог, яйца. То есть все те продукты, которые, в принципе, можно было бы употреблять при камнях, содержащих оксалат кальция. При любых видах камней в почках обычно рекомендуется увеличение объема питья, исключение острой, копченой и жирной пищи, алкоголя. Также важно постараться не приохлаждаться и заниматься физкультурой. Все рекомендации распишет вам доктор после приема. Улыбка – очень важная часть нашего общения с окружающими. Первое, на что обращают внимание при улыбке – это наши зубы. 80-летняя старушка, открывающая в улыбке свои собственные зубы, вызывает восхищение. И первое, что думается – вот какой крепкий организм. Это действительно так. Состояние зубов влияет на здоровье не только ротовой полости, но и всего организма. Как говорит неумолимая статистика, от кариеса зубов страдает 95% населения земного шара. При этом заболевания разрушаются твердые ткани эмали и находящегося под ней дентина. Пациенты чаще обращаются к врачу уже при наличии боли, когда требуется более сложное лечение корневых каналов. Но если появилась боль, значит микроорганизмы проникли в пульпу зуба. Полоскание с антисептиками, прием обезболивающих препаратов помогает временно. Сохранить зуб поможет только врач-стоматолог. Считается, что развитие кариеса зависит от ослабления защитных систем организма и состояния пищеварительной системы. Но вообще же существует 400 теорий возникновения кариеса зубов. Основная сводится к несоблюдению гигиены полости рта, нерегулярной или неправильной чистки зубов, когда на Ямале появляется мягкий налет. И в тех местах, откуда он не снимается при жевании чистки, он связывается с поверхностью зуба. Этот налет служит питательной средой для разных бактерий и грибов. Половину из них составляют в трептококке из сахарозы, которые провоцируют возникновение и развитие кариеса. Существует большое количество методик пломбирования каналов корней зубов. Наиболее эффективным является пломбирование каналов зубов в горячей бутаперче с применением аппарата Бифил, которое позволяет осуществить наиболее плотное заполнение корневых каналов и сохранить функцию зуба на длительный срок. Существует несколько мифов о кариесе, которые людям необходимо знать. Некоторые считают, что симптомы кариеса легко заметить. К сожалению, это не так. Первые признаки заболевания способен обнаружить только врач. Кариес в своем развитии претерпевает несколько стадий и до момента ощущения боли может пройти масса времени. Второй миф заключается в том, что если зуб вылечен, то кариес в нем не разовьется. Это неверное утверждение. Кариес уже вылеченных зубов может возникнуть снова по множеству причин. Плохая гигиена полустирта – только одна из них. Еще одно заблуждение – чем чаще чистить зубы, тем лучше. В чистке зубов, как и во всем остальном, нужна мера. Зубы необходимо чистить два раза в день, утром и вечером, желательно после еды, после завтрака и после ужина. Чистить зубной щеткой средней жесткости, выметающими движениями. Не рекомендуется горизонтальное движение. Боковые зубы чистятся круговыми движениями. Центральная группа зубов чистится выметающими движениями. Что касается отбеливающих паст, то их лучше использовать с учетом рекомендаций стоматолога. Ведь они содержат достаточно крупные абразивы, которые повреждают эмаль. В результате чего на ней образуются трещины и микропоры. Это нередко сильно повреждает зубы. Чтобы улыбка была здоровой, важно уделять внимание не только пасте и щетке, но и тому, что мы едим. Рекомендуется, конечно, употреблять в пищу продукты, содержащие кальций, то есть молочные продукты, сыр. Жесткая пища, естественно, должна присутствовать, чтобы более тщательно была очистка полости рта за счет грубых частиц. Рекомендуется обязательно посещать стоматолога раз в полгода, потому что стоматолог может обнаружить какие-то заболевания на начальной стадии. И проще сделать, например, какой-то небольшой кариес, чем потом лечить корневые каналы. И это более серьезное вмешательство в организме. Помните о профилактике. Посещайте стоматолога. Ведь многое зависит и от нас. Тем более, что на ранних стадиях кариеса вылечить зубы гораздо быстрее и эффективнее. Считается, что наследственность играет огромную роль. Тем не менее, зная о той или иной предрасположенности к заболеванию, его можно вовремя выявить и предупредить. Иногда для этого достаточно бывает правильного питания и активного образа жизни. А если ситуация действительно сложная, помните, всегда найдутся люди, которые вас поддержат. Верьте в себя, и у вас все получится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова